В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Промежуточные итоги. Перед депутатами отчитались об исполнении бюджета за первый квартал текущего года. Баклавариат специалитет магистратуры. Выпускники Сарфтини Яумифи получили дипломы об окончании университета. Научная лаборатория открытий в библиотеке имени Пушкина прошло занятие в рамках летнего проекта. Далее расскажем обо всем подробно. Специалисты администрации отчитались об исполнении городского бюджета за 2017 год. Доход казны составил 3 млрд. 285 млн. рублей. Расходов на 4 млн. меньше. Из них почти 3 млрд. было направлено на реализацию 12 муниципальных программ города. И в 2017 году наибольший объем расходов пришелся на социальную сферу – образование, соцподдержку, обеспечение жильем. Также на заседании Думского комитета народным избранникам представили отчет об исполнении городского бюджета за первый квартал этого года. За первые три месяца расходы из городской казны составили 671 млн. рублей. А вот в бюджет города поступило практически 703 млн. Причем 24% из этих денег составили налоги. Основными источниками данных доходов бюджета являются налог на доходы с физических лиц – более 151 млн. рублей, налоги на совокупный доход – 5,3 поступления от налоговых и неналоговых доходов, госпошлины – более 3,5 млн. рублей. Доходы, которые поступают в виде арендной платы за земельные участки – более 25 млн. рублей. А еще доходы от сдачи в аренду, штрафы, санкции, возмещение ущерба и безвозмездные поступления. На заседании комитета специалисты Департамента финансов представили и изменения, которые необходимо внести в бюджет. Самые крупные цифры оказались в статье «Уменьшение расходов в образовании». Сразу уменьшаем капитальный ремонт по школе 10 – это 129 млн. 953 тыс. 200, потому что мы ждем средства из областного бюджета, и средства сказали, что будут в полном объеме. Модернизация плавательных бассейнов в связи с экономией на 1,2 млн. на 26,5 млн. – это строительство зданий средней школы на 600 мест, потому что в этом году не будем и не получаем финансирование. Бурных обсуждений предложение о внесении изменений у народных избранников не вызвало. Все отчеты депутаты приняли к сведению. На протяжении более 65 лет Сарфатыни Яумифи готовят квалифицированных специалистов для ядерного центра. Основное направление работы вуза – физика математическая. На шести факультетах, 22 кафедрах и в политехникуме обучают будущих сотрудников предприятий атомной отрасли. В Центре культуры и досуга вне прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Саровского физтеха. Магистр кафедры вычислительной техники Екатерина Ульянова на церемонии вручения дипломов поднималась на сцену дважды. Первый раз в числе лучших студентов вуза и второй за долгожданным документом о второй ступени высшего образования. Шесть лет в стенах Саровского физтеха прилетели быстро. Впереди Екатерины профессиональная карьера в ядерном центре. Эти шесть лет, как полагается, были как раз-таки основными в моей жизни, потому что это было начало взрослой жизни. Они мне дали очень много близких для меня людей, это в первую очередь, которых встретила я как раз-таки в стенах родного института. И самое главное – это багаж ценных знаний и опыта, которыми на протяжении всего обучения со студентами делятся преподаватели. Среди педагогов вуза – кандидаты и доктора технических наук, сотрудники ядерного центра. Многие студенты совместно со своими научными руководителями делают успехи в исследовательской деятельности. Перед вами стоят новые совершенно фантастические, амбициозные задачи, которые, как мы надеемся, вам будет по силам решать и фактически сделать новую Россию. В этом году дипломы бакалавров и магистров получили почти 230 студентов и выпускников политехникума. Уже в новом учебном году некоторые из них вернутся в стены своей «Альмаматор», получать знания на следующей ступени образования или пополнить ряды преподавателей вуза. Дорога Безопасности Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове продолжается подготовка к освящению храма святых царственных святотерпцев. На днях прошло заседание оргкомитета, в котором приняли участие представители ядерного центра, думы, администрации и духовенства. Первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье последнего российского императора, будет освящен в ночь с 16 на 17 июля. Сначала верующие во главе с митрополитом Георгием пройдут крестным ходом от свято-успенского монастыря к новому храму на улице Менделеева. Затем правящий архиерей совершит чин великого освящения и проведет в храме первую литургию. Радио 7 на Семи Холмах возвращается. Настроиться на одну из лучших радиостанций страны саровчане смогут уже в субботу, 7 июля. Радио 7 будет звучать на частоте 91,4 FM. Напомним, 1 января этого года в Саровский эфир вернулась еще одна популярная радиостанция «Рекорд». Она работает на частоте 101,9 FM. Саровчанка Дарья Копкина стала президентом лагеря «Лазурный» в Международном детском центре «Артек». Напомним, Дарья отправилась туда как победитель конкурсного отбора в рамках проекта «Школа Росатома». Девушка занимается в объединении «Серебряная пюрышка» Дворца детского творчества. Помимо юной саровчанки за праву стать президентом боролись еще 19 претендентов. Федерация автовладельцев России провела исследование, согласно которому около 76% заправок в стране не доливают топливо в баке. За недолив принималось расхождение более 1% между оплаченным и фактически полученным бензином. Насколько честными оказались владельцы Саровских АЗС, расскажем в следующем репортаже. Увидев в ряде федеральных сми сюжета массовым не дали вид топлива в баке автомобилей, некоторые клиенты заправок посчитали себя обманутыми и обратились к владельцам АЗС. Руководство сети СТК ответить решило в виде общественной проверки автозаправочных станций в присутствии депутатов и журналистов. Раз в год проходит проверка государственным органам специализированным, контролируется, проверяется, настраивается, после чего все приборы, механизмы, которые регулируют данный процесс, они опломбируются. После этого ни руководитель заправки, ни техперсонал, ни операторы никак не могут повлиять на процесс налива топлива. Единственное, что могут делать сотрудники, перепроверять точность работы колонок с помощью специальных приборов. Если у водителя возник вопрос о литрах, которые колонка отпустила в бак автомобиля, он вправе потребовать сделать контрольный замер топлива. Отказать ему в этом не имеют права. Оператор созванивается с главным офисом, выезжает специалист, инженер, и по проверительным приборам, также лицензированным, при клиенте проводится контрольный залив топлива уже в специальный прибор. Учитывается температура по приборам текущая. И, соответственно, наглядно можно увидеть в течение трех замеров, какая существует погрешность в настоящий момент на конкретной колонке. Как говорят сами сотрудники АЗС чаще, прибор показывает плюс в пользу клиента. Погрешность самой топливной колонки колеблется в диапазоне плюс-минус 25 мл на 10 л топлива. Платить за такую проверку не надо. Владельцы сами заинтересованы в контроле количества и качества отпускаемого топлива и всегда открыты для диалога с клиентами. Депутаты городской думы также подвели итог проводимой общественной проверки. Зафиксировали полностью прозрачную процедуру замера. То есть лично убедились и можем передать своим избирателям, что могут смело, скажем так, заправляться и не бояться данных проблем. Поприсутствовав лично во время всех замеров на двух заправках сети СТК, мы не смогли обнаружить нарушения в сфере недоливов топлива. А значит, можно смело утверждать, что тут о клиентах заботятся и бизнес ведут по-честному. Завершился семейный межепархиальный конкурс под покровом святых Петра и Февронии. За призовые места боролись более 150 участников со всей Нижегородской области. Из большого количества работ жюри выбрало те, которые полностью соответствовали заявленной теме и условиям конкурса, отличались искренностью и оригинальностью. В номинации «Фотография. Призовое место» присудили сыровчанину Алексею Голубеву. Алексей старается брать фотоаппарат на каждую прогулку. Дети растут быстро и хочется оставить на память их улыбки, безобидные детские шалости. Фотография, которая принесла семье Голубев в третье место в областном конкурсе, получилась случайно. Играли в мячик просто и фотографировали друг друга. И вот получилась такая интересная фотография. А поскольку сейчас идет чемпионат мира по футболу, нам показалось, что это будет актуально, что вот такая семейная игра в футбол. Погонять мяч во дворе – это уже летняя традиция братьев Голубевых. И хотя самые младшие еще завернуты в пеленки, его уже зачислили в команду. И папа, как тренер, уверенно раздает указания, кому встать на ворота, а кому быть нападающим. По мнению Алексея, семья – это единое целое. А участие в различных конкурсах только помогает укрепить семейные традиции. Конечно, участие в любом конкурсе – это сплочать семью, это какие-то творческие задействовать наши внутренние ресурсы, нас заставлять вместе что-то делать. Это всегда объединяет, это очень замечательно. Старший сын Алексей Илья старается отбивать мяч одной ногой, словно профессиональный футболист. И уже помогает советуемым младшим братьям, как нужно передавать пас и правильно стоять на воротах. Мы четыре брата, у нас такая хорошая хулиганистая команда. Поиграли в футбол, покатались на качелях, скатились с горки друг за другом, обязательно по старшинству. Все это дружно, весело и без обид. Алексей в это время только успевает нажимать на кнопку «Спуск» на фотоаппарате, так как каждый момент детства его сыновей имеет огромную ценность. Медики считают, что один поцелуй способен сжечь десятки калорий, задействуя 25 лицевых мышц, повысить пульсы и уровень гормонов в крови. Именно поэтому принято считать, что поцелуй преодолевает жизнь и полезен для здоровья. 6 июля во всем мире отмечают День поцелуя. В последние годы этот праздник начал набирать популярность и в нашей стране. Помнят ли свой первый поцелуй жители нашего города, выясняла наша съемочная группа. 6 июля – Международный день поцелуев. В этот день, конечно же, хочется обнять и поцеловать своих родных и близких, но есть один момент, который в память остается навсегда – это первый поцелуй. Сегодня попробуем узнать у жителей нашего города, когда он был, с кем он проходил и каковы самые главные условия для того, чтобы первый поцелуй состоялся. Пойдемте. Скажите мне, пожалуйста, помните ли вы свой первый поцелуй? Да. А где он был? В Самаре с моим молодым человеком, который потом стал мужем. А какие должны быть созданы идеальные условия для идеального первого поцелуя? Любовь. То есть только по любви должно быть? Да, только по любви. А еще, если вы готовитесь к первому поцелую, знаете, есть такой старый-старый совет. Им еще Брежнев пользовался. Тренируйтесь на помидорах. Помните ли вы свой первый поцелуй? Из параллельного класса был мальчишка. А какой был класс? Ну, 11-й, наверное. Помните свой первый поцелуй? Да. Где он был? На протяжке. На протяжке. А на каком свидании? Секретик. Каким должен быть идеальный поцелуй первый? Что должно сойтись? Какие-то условия, может быть, еще что-то? Чувства должны быть. Какие? Настоящие, искренние. Да. А какой совет бы дали молодым, которые готовятся к первому поцелую? Что надо сделать, чтобы первый поцелуй состоялся? Ну, чтобы посерьезнее были к этим поцелуям. Не зря родители говорили, что тренировать первый поцелуй лучше всего на помидорах. Ну, а если вы все-таки решились сегодня или завтра или послезавтра этот первый поцелуй таки совершить, друзья, помните, создайте романтическую обстановку. И главное, питайте чувства к человеку, с которым вы целуетесь. Всех с праздником! Для вас про поцелуи выясняли Кирилл Осенин и Владимир Лисик. В детской библиотеке имени Пушкина проходит третий сезон летнего проекта под названием НЛО. Раз в неделю, каждую среду, научная лаборатория открытий приглашает ребят на увлекательные и познавательные занятия. О необычных летних открытиях юных читателей расскажем в следующем репортаже. Детский смех, заинтересованные лица, горящие глаза. Зал библиотеки имени Пушкина по традиции были наполнены ребятами разного возраста. Все они хотели узнать про грядущий день семьи, любви и верности. Арсений Куликов впервые посетил такое занятие. Он не только примерный ученик второго класса, но и большой помощник для родителей. Иногда хожу в магазин, прибираю игрушки в своей комнате, помогаю маме с уборкой, пылесошу, мою пол и мою посуду иногда. Маленьким посетителям библиотеки удалось принять участие в мастер-классе по лепке пельменей с фасолью и возродить обеденную традицию, когда вся семья собиралась вместе за одним столом. Ребята внимательно слушали рассказ о Петре и Февроне Муромских и активно отвечали на вопросы ведущих. Нас научили, как нужно вести себя в семье, какие традиции соблюдать, вообще какие традиции должны быть в настоящей семье. Не только дети, но и взрослые стали посетителями занятия «Семья моя планета». Для родителей оно оказалось не менее полезным, чем для детей. Они также смогли принять участие в развлекательной программе, вспомнить пословицы и поговорки и узнать для себя много нового. Взрослые провели, во-первых, это время вместе со своими детьми, вспомнили свое детство, свои детские годы. Но это еще один момент, просто побыть наедине друг с другом. Следующая встреча проекта «Научная лаборатория открытий» пройдет 11 июля в детской библиотеке имени Пушкина. И посетить ее могут все желающие. Начало в 14 часов. Дарья Турсунова, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!